Всем самого доброго времени! В этом видео мы познакомимся с, безусловно, очень чувственной, очень таинственной, сексуальной Сен-Сол Викаторот. Эта колода уже не новая. Это издание уже имело два переиздания. И впервые данная колода вышла в свет в 2007 году. Автор этой колоды Надя Мизар и художник Элиза Паджеза. Издательство Лоскарабея. И, собственно говоря, карты стандартные. И сегодня мы о ней поговорим в этом видео о Старших Арканах. Почему-то на русском языке ее переводят как Таро таинственного мира, хотя мне приятнее ее называть чувственная веканская Таро. В нем много чувственности, в нем много эротики, в нем много природы, достаточно откровенной ноготы и очень интересных и необычных ракурсов. Итак, давайте начинать. Сразу скажу, что эту колоду я буду комментировать без какой-то там и МБК, и какой бы то ни было книги. Хотя книга от Юлии Юсуповой уже вышла, увидела свет. И она уже ко мне практически мчится на оленях. Я надеюсь, она приедет достаточно быстро. И я вам обязательно о ней расскажу и сделаю обзор. А пока давайте посмотрим Старших Аркан. Первая карта Шут. Выглядит она вот так. Мы видим нашего Шута, идущего с книгой в руках. То есть это не совсем глупец. Некий запас знаний у него есть. Желание что-то учить у него, безусловно, есть. Котомка каноничная, опять же, у него тоже есть. Проводник кот имеется. Но имеется очень много страхов. Вот эти вот летучие мыши, они все-таки наводят на мысль, что ему все-таки тревожно, боязливо. И он идет вперед, но прокручивает в голове опасности. Опасности, какие бы то ни было препятствия, которые его подстерегают впереди. Ну и правильно делает, в принципе, потому что у всех новичков всегда есть мысль, на что они вообще подписались, куда вообще они идут. И давайте перейдем к следующей карте. Это карта Мах. Вот такой у нас достаточно откровенный природный Мах. Интересно то, что здесь присутствует и змея. И интересно то, что Мах не боится, что она схватит его за какое-то интересное место. Посмотрите, он весь ногой. То есть, в принципе, змея могла бы, но не воспользоваться положением, потому что Мах контролирует себя. Мах подчиняет все стихии. Мах умеет быть оператором между нашим миром и миром инфернальным. И, безусловно, он находится в безопасности. Достаточно необычный Мах. Опять же, повторюсь, если вы не любите настолько природные, если вы боитесь ноготы, если для вас человеческое тело непривлекательно, несексуально, то, наверное, эта колода вас может озадачить в лучшем случае. Ну, а в худшем случае вы ее можете назвать пошлой. Хотя для меня колода, которая достаточно пошлая, это декамерон. Я ее эстетику, к сожалению, для себя не поняла. А здесь достаточно красиво. Все откровенно, но ногота она здесь со вкусом. Давайте посмотрим жрицу. Жрица выглядит у нас вот так. Я бы сказала, что это жрица, у которой можно получить информацию, с которой она будет щедро делиться. У нее большая красивая грудь. Соответственно, символ плодородия, символ подпитки. Эта женщина-учительница, она может передать свой опыт, свои знания. И, в принципе, достаточно интересная карта. Мы видим вместо колонн две свечи огромнейшие. Мы понимаем, какая здесь у нее в основном огненная жрица, две свечи, жезл. Да, есть и другие элементы. Есть и меч, есть и пентакль, и кубок стоят неподалеку от нее, с правой стороны. Но, тем не менее, все-таки здесь лидирует магия огня. Тут есть и ворон, мы видим на заднем фоне, символ некромира. Достаточно все интересно и вкусно на этой карте. Особенно для тех, кто любит веканскую традицию, веканские символы и в целом язычество. Давайте посмотрим. Карта называется «Мать». Императрица, мать. Барышня в интересном положении. Сзади у нее есть лошадь. Уже ребеночек. И она идет довольная и счастливая в ожидании появления и внашивания будущего человека. Понятно, что это не обязательно в прямом смысле будет падать на беременность, на плодородие, на всевозможные проекты, на всевозможные свершения. Эта карта вполне себе может падать. Да, мы видим маки. То есть, какие-то вещи может такая дама видеть в несколько искаженном смысле. Мы понимаем, что мак – это и опьянение, что это и какие-то вещи, которые не совсем такие, какими нам могут казаться. Все-таки мак – это и усыпление бдительности, и наркотик. То есть, мак нужно тоже трактовать, в принципе. Но в целом мы видим плодородие, много пшеницы, хороший урожай, хлебные интересные проекты могут быть. И, конечно же, и в прямом значении, как символ материнства и зачатия, тоже эта карта может проиграться. Давайте посмотрим императора. Вот такой вот император. Ноги у него на волке. Необычный, с прекраснейшим сложением. Не совсем я понимаю вот эти клетчатые здесь брюки, как у клоуна, если честно. А так мне нравится все. Мне нравится его трон, как сделан. Мне нравится, что у него ноги на волке. Он император-одиночка все-таки. Да, вот. Ну, посмотрите сами. Вот вы видите в них пару? Она бредет где-то с животом, да? Гуляет, а он вот так вот сидит. Колоду эту многие считают гей-френдли. И некоторые эту колоду относят к колодам феминистическим. Хотя, опять же, повторюсь, император здесь есть. Ну, давайте посмотрим жреца. Здесь совершают обряд, венчание, свадьба, как угодно. Обряд таинства, именно соединение мужчины и женщины. Вот рогатый бог, пожалуйста, и женщина-дева. Они будут соединяться. Хорошо, интересно. Не забывайте, что эта колода не новая рисовка. Может быть, для кого-то уже в стиле ретро. Рамки большие. Но мне нравится вот такая ее рисовка. Мне она нравится. Давайте посмотрим влюбленных. Влюбленные занимаются любовью в процессе, так сказать. Причем один кубок у нас остался стоять, второй опрокинут. То есть дающее начало, берущее начало. Тут все это есть. Здесь и волчата маленькие, и сзади волки. И все как бы поддается влияниям, ритмам природе. Это тоже здорово. Луна, пожалуйста, и ели. Да, здесь несколько есть и оракульных моментов в этой колоде. Ее можно не только как таро читать, но достаточно интересно. Колесница. Все, они уже налюбились, и они едут. Каждый на своей лошади. Все помнят инь-янь, черная и белая. Соответственно, женщина на черной лошади. Мужчина на белой. Женщина сисечку выставила, чтобы мужчина не забывала о том, какая она сексуальная. Какая она, в принципе, дающая. То есть она может ему давать подпитку. И сексом, и эмоциями. И в целом, вот такая карта, достаточно откровенная. Пентаграмма прямая. И они едут в путь-дорогу. Страсть. Вот такая вот страсть. Ну, женщина на лошади ногая. Практически леди Годива, я бы сказала. Едет, ликует и получает удовольствие от своей свободы. Достаточно интересно. Льва здесь нет. Как мы видим, своего коня она обуздала. Наша наездница знает толк в верховой езде. Знает толк в свободе, в проявлении эмоций. И ликует, и довольна всем. Отшельник. Отшельник, насколько я понимаю, здесь мужчина, который сделал расклад Таро, у которого есть не только карты. У него в запасах есть и череп, и свечи, и много еще всего интересного для магии. И этот человек отказался от всех и вся для того, чтобы заниматься любимым делом. Необычный отшельник, достаточно. Вот такая карта времени. Тоже очень интересно для меня увидеть. Тут и нити судьбы, которые плетут три богини. И интересно то, что время, да, карта времени. Мне очень нравится. И, по-моему, здесь девушка центральная в положении. Но это богиня, которая отвечает за прошлое, настоящее и будущее. Дальше. Правосудие. Вот такое правосудие. Созвездие весов выделено. В принципе, правильно. Она стоит на мече. У нее глаза не завязаны, но она все равно является мерилом справедливости в этой колоде. Повешенный. Повешенный у нас, в принципе, стандартный. Я не вижу каких-то особенностей здесь. Здесь, ну, вот хорошо, легко, прорисовано, органично ходит колоду. Единственное ощущение, что он вот как будто бы в небе, да. Вот сейчас смотрю, как будто бы в небе. И белочка. Здесь мы видим белку на дереве. Здесь много нюансов, которые можно сразу и не заметить. И этим такая колода мне и нравится. Да, это вот как люди, да, которые вроде бы ты понимаешь характер человека, а потом какие-то еще интересные черты находишь для себя. Следующая карта – это смерть. Мне почему-то отсылка к Белоснежке сразу пришла на ум. Мы видим здесь картину смерть. Видно, да? Интересно. Очень интересно реализация этой карты. И, возможно, зависть более старшей коллеги. И, возможно, умирание. Вот, вы знаете, у меня когда-то карта, связанная с Белоснежкой, просто падала на человек, который обожала ботоксы, всевозможные вот эти вот отравляющие вещи, да, ботулотоксины для того, чтобы не стареть. Вот. Ну и, конечно же, извечно, вот, вот, знаете, когда старше женщины завидуют более молодым. Это всегда было, есть и будет, безусловно. Далее давайте посмотрим умеренность. Умеренность выглядит вот так. Ну, что могу сказать? Занимается любимым делом. Переливает воду, контролирует процесс на природе и старается не потерять ни грамма воды, да. Вода – это, соответственно, жизнь, информация, подпитка, влияние и так далее. Интересная карта. Вы видите здесь пошлость? Я пошлость не вижу. Вот, что касается дьявола. Ну, здесь более все откровенно. Вот так вот будем ее держать. И что могу сказать? Здесь девушку заковали. Ну, опять же, привет 50 оттенков серого. И девушка, в принципе, здесь, смотрите, прямая пентаграмма. Скорее всего, будет определенное таинство выполнять, определенный ритуал. Опять же, сексуальная магия в чистом виде. Всевозможные привязки, связанные с сексом. Это все может идти по этим картам. Плюс еще вторая девушка закована тоже есть, да. Они две пленницы одного мужчины. И, собственно говоря, чем он их пленил? Я это закрыла сейчас пальцем, и вы ничего не увидели. Да, давайте посмотрим дальше. Башня. Башня, извержение вулкана. Сам завершающий процесс полового акта. Все прекрасно понимают, о чем я. Выход колоссальной энергии, колоссального огня, страсти. Все хорошо, все все получили. И после этого хочется отдохнуть. Хочется сделать такую перезагрузку, да, пересмотр, я бы сказала. Вот такая вот карта звезда. Парень. Достаточно симпатичный парень. Связан с энергией. Берет энергию из космоса. Пытается вот что-то вот получить какое-то послание. И, конечно же, очень-очень такая карта космическая. Карта ясновидящих космоэнергетов. Очень часто звезда, в принципе, бывает. И он пытается послание Вселенной чувствовать, да. Дальше. Давайте посмотрим. Вот такая луна. Смотрите. Египетская отсылка. Сразу Анубис, Рак, Пирамиды, Луна. Связана с загробным миром. Связана с царством мертвых. Безусловно. И много-много здесь есть своих нюансов. Тут не совсем традиционная луна. Не совсем. И этим она и интересна. Кстати, кто не видел видео об Анубисе, посмотрите видео о египетских фигурах. Я некоторые привезла из них. Я не считаю себя, как некоторые говорят, гуру египетской магии. Но там есть достаточно интересные, занятные вещи. И обязательно это видео посмотрите. О египетских статуэтках, фигурках. Как угодно их можно называть. Солнце. Смотрите. Как бойко, как весело. Они через препятствия вместе. Пересекают препятствия. Радуются, куражатся. Получают тепло от солнца. От взаимности. От взаимного вот такого динамичного отдыха. Отличная, теплая, позитивная карта. Мне она очень нравится. Вот пока ты на лошади не прокатишься, ты не почувствуешь это. Я год назад впервые каталась на лошади. И вот после этого я совершенно по-другому стала ощущать это. Дальше. Карта суд. Ну, смотрите. Здесь очень похоже на некий астральный выход, на сон, на что-то, то, что не принадлежит человеку. Что-то, то, что имеет выход извне. Вот посмотрите. Человек спит, и что-то из него выходит. Для чего-то. Для чего-то. Может показывать астрал, может показывать сны. Многое от чего может показывать. Эта карта нужно, конечно, смотреть в сочетаниях. По поводу маленькой белой книжки. Если я ее в электронном виде найду, я ее приложу к этому видео обязательно. Ну, и завершающая на сегодня карта мир с вселенной. Мир – это двое влюбленных. Мир – это когда они становятся единым целым. Когда они создают свой микрокосмос, я бы сказала. Который приходит к макрокосмосу. Смотрите. Знаки зодиака. И в целом единение. Сюда можно и тантрику отнести. Сюда и всевозможные сексуальные практики можно отнести. И в целом эта карта меньше о пошлости, а больше о единении и понимании, и о природном чувствовании одинодного. Сейчас очень много тренингов, связанных с сексом, сексуальными практиками. Я бы сказала, что если люди будут ближе к природе, ближе к каким-то своим природным пожеланиям, потребностям, и будут их в правильной дозировке применять в жизни, будут достаточно откровенны со своим партнером, то тогда в этих всех сексуальных практиках, инструкторах надобность может резко упасть. Вот такое мягкое обволакивающее видео сегодня у меня было. Это было чувственное веканское таро. Это была Лидка-гадалка. Если вы захотите продолжения, я обязательно его запишу. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Пишите ваши впечатления об этой колоде. Пишите, кто работает с ней, на какие темы. И обязательно напишите, какие расклады вы хотите увидеть на этой замечательной, волнующей, чувственной и сексуальной колоде. Всем хорошего вечера и тепла. Будьте благословенны и всем пока!